ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, здравствуйте! Мы с вами продолжаем стримы. На этот раз будем стримить не Сегу, как обычно о Денди, или как её стало популярно называть на новый манер, точнее на оригинальный манер NES, Nintendo Entertainment System. И сегодня игра у нас 1988 года, Godzilla, Monsters of Monsters. Так, сейчас сюжетик нам напишут, почитаем, что там сюжетик есть. Ну, игра в детстве, прям скажем, у неё одна, наверное, из самых лучших, не классических игр. То есть на... Наверное, сбросить, чтобы пошёл мультик. Так, резит, резит нём. Вот как бы классические игры. И есть игры шикарные на NES, на Денди были. Чипа Дейл, Чёрный Плащ, ну и прочие. Коты Феликсы, Ниндзи-коты. Ну, много можно вспоминать разных игр, которые были. Чудеса на виражах и прочее. То есть очень много было таких классических игр на Денди шикарных. Но, кроме классических игр, были шикарные игры на Денди, не классические. Вот одну из них, я думаю, сейчас мы и представим. Игра была не так распространена, как другие игры, которые я уже перечислил. И геймплей в ней довольно сильно отличается. И система боссов, и система большой карты. Но это мы всё сейчас увидим. То есть игра реально была чем-то неожиданной. Итак, сюжет. Это солнечная система. Так, в 2000 каком-то году. Ну да, чтобы... Так, прибавим. Земля. Да, вот в играх есть проблема. Большой скролик. Поэтому на борт маленький скролик сообщений. Земля получила... А, ну короче, ей объявили войну. Ей объявили войну с планеты Х. Да. То есть война. И вы в нём участвуете. Так. Короче, в солнечную систему вторглись... Вот это, кстати, главный босс. Солнечная система оказалась площадкой для боёв. Кровавых боёв. Да. Так, и вот вы сейчас, вы начинаете. Кровавых боёв между... Космическими монстрами. И... И вами. И нашими. И нашими стражами. Годзиллой и Матрой. То есть на весь весь плод, который показывает, все это плевать и забыть. Главное это Годзилла и Матра. Ну, кстати, по игре это именно так и будет. Все остальное это фигня. Как, кстати, в Годзилла путешествует по космосу, я особо не знаю. Наверное, перевозит как-то. Годзилла. Так, ох, ищ. Там-там-там-там-там-там. Там-там-там-там-там-там. Мне интересно, трансляция идёт. Это подозрительно. Так, онлайн. Ну-ка. Давайте посмотрим. Да, вот где-то тут должны быть. Ту-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум Окей, тогда начинаем. Начинаем игру. Так, New Game. А, еще раз после New Game еще раз нам дают, да, сюжет. Земля. Первая миссия на Земле. Вот такая вот карта. Вот эта карта Земли, если вы не заметили. Короче, цель какая игры в каждой миссии. Вот нас это двумя своими монстрами. Вот два вражеских монстра, потом будет больше. Нам, в принципе, их можно не убивать. Наша цель обоими своими монстрами зайти в главную базу. Как только наши оба монстра заходят в главную базу врага, то мы их побеждаем. При этом бои с монстрами, с Раски, можно не биться. Ну, допустим, вот тут пройти мимо них никак не представляется возможным. Только убить. Потому что мимо них мы никак не пройдем. А на других миссиях будет вариант, когда можно обойти в рай врагов и не биться с ними. По-моему, Годзилл ходит на две клетки. А бабочка на четыре летает. Когда мы крыклипким останавливаемся, все, закончили ход, значит мы на той площадке, где мы остановились, идем уровень играть. Уровень выглядит вот так. Вот наша жизнь, наша энергия. Нашей энергией мы можем плюнуть. Вот так вот мы можем плюнуть. Убивая всех на экране. Ах, это нам в конце этого восстанавливаетесь плевок. Какая-то цель уровней, в принципе, просто дойти до конца. Соответственно, боссов никаких нет на уровнях. Боссы это то ли на глобальной карте, а вот это боссы. А все остальное это фигня. Соответственно, вон жизнь у нас. И повар, я уже сказал, это когда у нас полный повар, мы можем дыхнуть дыханием своим. Сверху смогут поливать, вот, не наши, по-моему, корабли, а еще наши корабли, которые нам помогают. Нам помогают, пошли мы миссии. Теперь ходит комп. Комп пошел, теперь ходим опять мы. Опустим бабочку. Вот у нас, мы остановились в прошлый раз на горном холме, вот у нас будет, был горный этап. И там, на зеленой жиже остановлюсь, надо будет жижный этап. Сейчас не похоже. Сейчас долетим будет. Вот, у бабочки, короче, супер удар. Вот такие вот, а, как они называются? Как их назвать, даже не знаю. Ну, в общем, крылья какие-то она выкидывает. При этом, у нее тратится не весь. Если у Годзилл мы один раз дунули... Звусмыслом звучит. Вот, один раз дунули и все. А у нас эта сила закончилась, супер удара. То у бабочек сколько, ну, можно транслировать, сколько много или мало выкидывать. А, вот что у нас, зеленая, зеленая планета. Нам вот в конце надо убить такого полубосса, гриб. А можно не убивать, что ли? Или, если что-то, что-нибудь выпало, если мы его убили. А, мы его, по-моему, не могли этим Годзиллой обойти, его нельзя. Его только убивать. А бабочкой можно обойти. Собственно, есть еще уровни. То есть, в зависимости от, не знаю, от убитых врагов и от убитых боссов, даются уровни. То есть, соответственно, больше уровень, больше жизни, больше... Ну, больше ништяков, в общем. Одним словом. Бах. А, вот он, зеленый тарк. Вот, да, вот такой вот. Вспоминаю теперь. В детстве, конечно, приколная игра была. Казалось нам. Ну, и сейчас, я думаю. У вас на фоне попсовых... Как попсовых? У которых часто играются игры, вполне себе достоин смотрится игра. На фоне, ладно, скажем так, классических игр. Дендерских. А она ведь в 88-м года. Еще... До черных плащей оставалось почти, там, почти 5 лет. Так, все, прошли миссию. Теперь ходит опять комп. Вот, он может, по-моему, напасть. Да, он нападает на нас. Ну, первый босс, они легкие. Тем более, тут... Ну, вот такая есть фишка. А, нет. Как-то, где-то, может, есть точка такая, которую он нас не достанет никак. По-моему, где-то тут, что-ли. Блин, я не помню, где-то точка находится. Куда-то может встать, и он нам не будет заставать никак. Ну, вот именно этот босс, и именно эта бабочка. А вот так. Все. Посмотрите, у босса жизни тоже и сила. То есть, сила тоже это его суперудары, а жизнь, и это его жизни. Вот мы сейчас бьемся, 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 но мы бьемся не до смерти. Как только пройдет определенное количество времени, не знаю, где-то около минуты, все, ход закончится. Бой закончится, и все, вы вот так вот вышли. И опять наш ход наш. То есть, за это время чуть жизнь пополнился на следующий ход, и можем не атаковать, допустим, на свой ход, а наоборот отступить. То есть, такой стратегический элемент. Вот, мы опять идем. Атаковать врага? Да, атаковать. Атаковать Гизору? Да. Идем. То есть, если мы пришли на миссию, которую вот атаковать, соответственно, у нас... Не бить ее вообще же. То в конце этого этапа, в конце этапа мы все равно идем, в конце этапа будет босс. Вот, опять с ним минуту пробьемся, и будет уже его ход. Ну, в связи с этим есть всякие маневры стратегические, допустим, можно подойти к нему, но не напасть. Чтобы он сам на тебя первый напал, и ты, если сильно тебя пробьют, смог отступить. Такие есть фишки. Фишек в игре довольно много. Разных. Так, босс. Босс... Одновременно самый сложный в игре и самый легкий. Сложный почему? Потому что он, наверное, самый сильный по битве. Потому что он может зажать и наносить тебе удар прямо на минуту, бить тебя подряд. Вот так вот. Вот так он зажимает, и мы ничего не можем сделать. Но легкий он потому, что он фактически не дамажит. То есть, даже когда он нас зажимает и бьет нас 1500 подряд ударов, все равно убить нас практически не может. Все, убили мы. Убили его. Получаем уровень. Все, убили одного. Годзилла тут явно сильнее, чем... Годзилла. Он, короче, убежал с поля. Офигеть. Я уж ты не понял, что там такие фишки есть. Если у них мало жизни, они могут убежать. Офигеть. Он убежал, короче. Блин, это плохо. Соответственно, уровень мы за него не получим. Все, идем штурмовать последнюю базу. Как только мы обойные юниты туда добежим, то все, конец. Конец битвы. То есть, конец этого этапа. Ай. Бьют нас. Бьют. Так. Ну, смысл. Короче, неправильно. Я его сейчас так вспоминаю. Когда, как... Вот сейчас мне... Уже я забыл, что они вообще убегают. Вот тоже надо было фишку делать, чтобы он первый на меня напал. А... Соответственно, он бы потерял бы дофига жизнь. Ну, потерял бы жизнь. И со второго раза я бы его мог убить вполне. Он бы тогда не успел убежать. Я за него получил бы экспу. А теперь я за него экспу не получу. И, блин, это плохо. Алявная экспу всегда нужна. Мне потом на следующих более серьезных уровнях может не хватить. Уровня. Прям такое вполне может быть. Потому что потом уже довольно сложные будут юниты вражеские. Поехали дальше. Так. Что у нас тут там? Ну, какие-то... Водоросли, водоросли, водоросли. А последний этап всегда технический. То есть... Ну, главное, какая-то вражеская... Ну, кто-либо. Хотя-то что-то такое. Чего знает. Вот. Вот последний этап будет всегда такой. То есть техни... Ну, не в смысле... Локация такая. То есть какая-то непонятная космическая станция. Вот это будет. Всегда так будет. В конце. Ну, открывай. Открывай. Убей. Еще тут одна такая фишка забавная. Ну, или не очень. В общем, если одного из убьют одного из монстров, то ничего страшного. Может пройти вторым монстром, да пройти этап, и тогда восстановится первый монстр. Но, если, допустим, чтобы пройти этап надо обоих монстров, чтобы он вот зашел вот этот последний уровень и прошел его, если вы одним монстром, допустим, у вас умер один монстр, а вторым прошли в эту комнату, то все нормально, и как бы ничего плохого нету, вы прошли этап. А если наоборот, сначала вы одним монстром прошли эту комнату, а вторым монстром умерли, то тогда вам дают гейм-овер. Хотя, казалось бы, какая разница в каком порядке. На самом деле, порядок, оказывается, имеет значение. Как у нас бьют нехорошо. Так. Летим, летим, летим. Тут есть пароль на каждый уровень, но что-то есть, что-то есть, но такая подозришь, я может и с паролем даже с первого раза не пройду. Дело в том, что тут очень сильно от прокачки зависит, видите, уже на первом этапе мы монстра упустили одного. Так, вот все, теперь можно все уйти. Move to next file? Yes. Все. Ушли эти монстры на следующий уровень. А Годзилла еще надо будет допройти. Все, на две клетки проходит. О, Феникс. У меня какое-то не очень приятное их воспоминание. Я не помню какое, но какое-то не очень приятное. По-моему, вот они вот так, потому что как-то где-то неприятно. Так, по-моему, вулканы тоже можно убивать. Тушить, тушить вулканы. Тушить вулканы ударом лапы. Вы так можете, а Годзилла может. Годзилла как Чак Норрис, только Годзилла. Так, да, лечь у нас. Ну, такое где-то поле непонятное растительности. Убиваем всех, убиваем, убиваем. А паузы тут нет в этой игре. Лол. И так что до меня дошло, что паузы в этой игре нет. Так, все вышло на поле. Мне так подозрение, что стрима нет. Здесь подозрительно ни одного зрителя. Есть вроде, может изображения нет. Все заходят, так сказать, говорят, окай. И уходят. Да нет, вроде изображение должно быть странно. Очень уж странно. Так, ну ладно. Поехали дальше. Так. Фух. Тыщ, 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 тыщ. Ну, Годзил, конечно, круче, чем бабочку. Что там говорить. И дамаг получше, и... Ну, дамаг получше, супер покруче. Тут, в отличие от других игр, обзывать врагов Годзиллы как-то не очень получается. Потому что в этой игре Годзиллы пья. Перь. Так. Так. отлично. Давай, най. Всполнители. Все. Да, все, последний этап прошли. Последняя локация. Все. Первый уровень прошли пройден. Марс. Интересно, а где пароль брать? Ээээ. Что, пароль можно взять только после геймобера? Похож. Похож на Аттол. Ока. Вот видите, теперь уже три врага. Можно посмотреть, хоть показатель, сколько жизней у них. Гизора 6 жизней, Магуэра 9 жизней. Кто у нас добавился? Варан. Варан на 12 жизней. Ну что, поехали. Уф, уф, Марс. Ну, на Марсе много огненных, соответственно, локаций будет. Какое-то не странно. С учетом того, что Марс находится северней земли. В общем, северней. Дальше, в смысле от солнца. Так, давайте комп теперь ходит. Пошел. Давайте теперь маты, это и сходим бабочкой. А, два, три, четыре. Видите, насколько у нее дамаг меньше, у бабочки. ТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТО Кто-нибудь сейчас смотрит? Вдруг трансляция? Отпишитесь. Там у меня просто сомнение уже есть, что вообще сейчас показывается. Странно, то ли опять у GoodGamer счетчик сбился, то ли, блин, то ли действительно никто не смотрит. Так, так, так. Выбиваем всех, выбиваем, выбиваем. Вот это не значит, что за фига это. А, это, по-моему, восстановление силы. Сейчас вспомнил. Давайте пробуем, кстати, вот это убить. Что-то раз мы не стали играть. По-моему, ее надо убивать, я сейчас уже подумал. Там за нее экс подают неплохо. Я хоть могу ли ошибаться, но что-то у меня сейчас... Такие воспоминания какие-то смутные из детства, что за нее дают экс. Может, не дают. Блин, сейчас я так еще умру. Я не понимаю, куда бить ее. А, все, вот убил. Да, второй уровень мне дали, кстати. Точно, за нее экс подают нехилы. Так, давайте посмотрим. Варан ходит. Варан тоже на две клетки ходит. Давайте подводить Годзиллу. Так, убиваем всех. Основная ударная сила должна быть, конечно, Годзилла, потому что большинство юнитов Годзиллы сносит всех врагов, по крайней мере, наявность вне против всех монстров вражеских. Их, конечно. Т.е. даже кого ей неудобно бить, все равно лучше ей бить, поскольку ее жизни больше. И... Сама она... Как бы у нее дамаг. И жизни, и дамаг больше. И даже тех юнтов, которые ей неудобно бить, все равно можно бить. А вот... Бабочкой такого не скажет, потому что те едет, которые неудобно бить бабочкой, их вообще сложно, а те, которые удобнее, ну нормально, но долго. Так, давайте, дышим. Так, ну значит надо убивать эти грибы, раз за них экспо дает. Экспо наше все. Так, давайте дуним. Ай, гад, у нее не умерла, из-за того, что мы на нее дунули. Давай, давай уже. Давай еще раз дунем. Все, уровень, да, уровень. Третий уже, смотрите, у нас добавилось жизни. Так. Ну что, надо как-нибудь, даже не знаю, как-то лучше сыграть-то, чтобы у меня вся толпа-то не согралась. Ну давайте как-нибудь, как-нибудь. А, я получил этот магнит? Надо в любом, в любом входить. А, я не помню, что там за вора на себя представляет. Давайте вообще... А, вот в чем дело. Если меня блокирует, то я не могу дальше идти. Окей. Будем знать. Если нас блокируют, то мы идти дальше не можем. То есть мимо вражеского юнита нельзя просто пройти. В соседней клетке. Окей. Так, 100, собственно, времени. И 5. Ну окей. Ага, он хитрый. Газ. Он не стал на меня нападать. Давайте попробуем бабочкой вот это. Напасть на Гизору. Потому что нам бабочку все-таки хочется прокачать. Надо как-то опять вымигривать их, чтобы они не убежали. Хотя, наверное, они... Я не знаю вообще, по какому принципу они убегают. Я уже с дженитских времен не помню, по какому принципу они убегают. По-моему, даже нужно мало жизни остаться. Поэтому это понятно. А вот еще есть какой-то принцип, типа, когда еще кто-нибудь остается, на поле боя. Они не убегают. Или что-то еще. И мало жизни. Это сколько? Сколько это вешать в грамму? Мало жизни. Ох, Гизор. Ну давай. Ой, что-то нифига она не пробивается просто наружием. Ну давай, Дим. А вот тут трубокнопка тут работает. Лол. Зажим. Так, ну давайте оставим их где-то, чтобы больше половины жизни было. Вот столько. Вот да. А то, может, у нее когда меньше половины она начинает убегать. В общем, вряд ли мы его за раз убьем. Только жизнь у нее. Вот смотрите, сколько она раз ударила, нас ни разу не пробило. Ой, ой. Варан сейчас на нас нападет. Да? Да. Че себе варан? Че он вообще делает варан? Ой, неприятно. Ой, ее мне не нравится, когда он идет на меня. Варан, че ты делаешь? Ну ладно, будем просто стоять и стрелять в него. Че, ты ничего не делаешь, что ли? А-а. Ну тогда, а-а, можно че делать. Он подходит вплотную и бьет. Ну это тогда точно за это. Если ты нас не можешь зажать, тгг. Отлично. Всех пробили. А вот еще вопрос интересный. Сейчас я... Да, теперь попробуем атаковать. Yes. Yes. Визора. Сейчас я сейчас нападу на Гизору. Ага, сразу в бой пойдет. Видите, она чуть-чуть восстановила жизни. Гизора. У нее было три, а осталось три с половиной где-то. Так, давайте попытаемся по-бырому убить. Так, две жизни. Ну, нет, ну-ка не бей меня, не зажимай, не зажимай. Мне надо тебя успеть убить, аначе ты убежишь. Ай, нет, 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 нет. Давайте суперударами его пытаемся по-былубить. Не дает она меня зажала. Блин, вот этим зажим, я говорю, самый крутой зажим в игре. Но он, у нас, что для него плохо? Он нас не дамагжет вообще этот зажим. То есть он что есть, что нет. Пофиг. Ага, теперь нам на Годзиллу напалим. Ну, Годзилла это, блин, что тут? Это на самом деле самый слабый монстр у них. Наверное. Потому что он взрыв... Ой, вау. Против него есть имба-тактика, как со стороны Годзиллы, так и со стороны Бабочки. Просто так становимся и все. То есть он практически ничего не делает. Халява фарм. Ну, первые два монстра они такие. Вот, начиная с Варана, уже там серьезно начинаются монстры. Варану это уже с ним надо биться. А потом уже пойдут вообще крутые монстры. Я с ним успею за расового убить или нет? Наверное, успею. Да, четвертый уровень. В общем, за убийство монстра дается уровень. И за убийство гриба дается уровень. Так, ну то что? Кем убивать какого-то Варана? Давайте, наверное, пока не будем никем убивать Варана. Так, вот так вот подойдем к нему. Чтобы... Нет, не будем воевать с врагом. Чтобы 100% его убить. Один уровень мы уже по сути потеряли. Правда, мы на грибах немножко отфармились. Просто там будут очень сложные боссы, которые... Ну, которых, собственно, даже... Ух ты, ух ты, ух ты, блин, я забыл про эту фишку. Забыл про эту фишку. Это имба в этой игре. Ооо, про метеориты забыл. Это самая сложная вещь в этой игре. Это метеориты. Короче, метеориты, они, видите, практически могут ваншотить. И что с ними делать, не особо понятно. И понятно, но, блин. Так, сука, я у меня за раз в жизни это не могу. Просто я сейчас боюсь, что она от меня отбежит. Блин. Ваншотнули меня метеоритом. Причем они, по-моему, почти всегда ваншоте. В общем, смысл в чем? Как их можно доджить? Надо в то время, когда они попадают в тебя, хвостом бить. Единственный способ доджа. Но и при этом все равно жизни потеряются. Лично там, ну, все равно хоть сколько-то потеряются. Но, по крайней мере, ты не умрешь. Давайте попробуем убить варана. С этого, с этого трая. Четыре жизни. Ну, в принципе, наверное, успею убить. Главное, чтобы он меня не бил. Ну да, варан тоже, как ни о чем. Ну, по крайней мере, хоть может что-то сделать. Ну, и когда, если годзилы против него играть, а не бабочки. И то... А, кстати, он сейчас может меня зажать. Если годзилы против него играть, то гораздо сложнее. То есть годзилы так на халяву не пойдет, не пропрет. Так, ну, отлично. Успеем его убить. Четвертый уровень, дай нам. Так, ладно. Раз, два, три. Блин, чуть не... Так. Давайте через огненный пойдем. Вот через огонь, потому что не хочу эти промышленные районы лишний раз пиксоваться. Лучше одно огненное пройдем, а потом уже... А потом будем думать, что делать. Так. Убиваем, убиваем. Уполнение жизни. Вот, и тут, блин, опять метеорит. Что-то метеорит, конечно, очень сложная вещь такая. Ну, за гадзилу, конечно. За бабочку-то ничего страшного. Он даже если попадет, он, ну, отнимет там треть жизни, ничего страшного. А, это не мои ракеты. То есть, блин, мои корабли сверху бьют, а есть чужие. Ну, это значит, ракетница это вражеский юнит. Так, вот опять это метеорит. Доджим метеорит. Доджим ракету. А, это не убили. Пакет... эээ, вулкан не убили. Так. Ну, что, еще будет один гриф. Можно, наверное, в принципе, грибы фармить. Я фиг его знает, можно фармить грибы или нет. То есть, просто ходить и фармить. Ну, ладно, мы этим не будем узнавать. Если будут встречаться с грибой, будем их бить. Не будем, ну, и фиг с ним. Не знаю, честно говоря, какой уровень, наверное, чтобы пройти в последнем возле. Потому что, ну, раз на раз он не приходится. Потому что у него есть такая тактика, как зажим. А когда он нас бьет, то мы ничего не можем сделать. Так. Еще мне интересно, как пароль получать. Наверное, только после смерти нам дают пароли. У меня такое подозрение. Нет. Так. Низ. Вверх. Ай. Да что б тебе. Давай уже, проходи. Не-ка. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ладно. Топ, теперь помним. И что эти... Эти надо доджить, а тебе надо обходить. Так, гейм-овер. А-а-а. Не понял. А где пасворд мне получить? Привет, лифтс. А где пароль мне дают? В каком месте? Что-то я этого не понял. Когда мне пароль, то должны дать? Хм. Не понял. Теперь какая? Теперь еще я с паролей не выйду. Ну все-все, выходи с паролей. Ладно. А-а-а. Я хочу выйти, ребята, с паролей. Не пасворд, я ров. А как выйти? Все, я понял. Я, допустим, зашел в пасворд и неправильно ввел. Что, никак не выйти мне? Так. Четыре кнопки, да, тут должно быть? Вход никак. Лоу. Я теперь не могу даже контину нажать. Да. Давайте рестарт тогда, что делать. Блин, ну, четыре кнопки, по сути, только X, B, B, B. Старт ничего не дает. И он тоже ничего не дает. Мне кажется, неправильный пасворд. И нас отсюда не выбрасывает. Лоу. Что ж такое-то? Ну, давайте, рызитнем. Я что-то только не понял, как получать пароли. Это прям... Я сейчас сразу удивился, почему нет паролей. Как только я прошел уровень. Ну, ладно, давайте, побырум, пройдем Землю. Пройдем Марс и посмотрим, дадут нам после Марса и Земли пароли или нет. Так, нет, 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 нет. Давай, Тим. Хотя... Хотя... Хотя нет, давайте, будет смотать. Ладно, пофиг. Бежим Годзиллы. Годзилла. Монстрс, монстрс. Лук, сошли тебя так ужасно. Графон. Ты все графониста ж. А для игры 88-го года это вообще шик. Можно сказать, сеговский графон. На Дэнни. Там любят, чтобы такие были, ну... Большие... Фигурки. Игроков. На полэкрана. Вот, все по заветам Сеги. Причем играл в 88-го года. Я, как говорил, до черного плаща Чикудейл оставалось почти 5 лет. Так. Блин, вот огненное поле. Я бы сам на него хотел встать. Так. Ну, давайте. Как-нибудь раз, два, три, четыре. И не будем драться с врагом. Постараемся не дать врагам убежать, а получить за них экспу. Так. Делаем супер. Ну, и тип, спокойно делаем супер. Там, 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 там. Кстати, в игре паузы нет. Ну, как на глобальной карте можно ничего не делать. Так как таковой паузы нет, потому что на... Если нажимаешь на старт, то он делает супер на старт. Как ни странно. Ну, пока полная жизнь, можем просто мимо лететь, никого не трогать. Так. Ну, только мне непонятно, когда дают твои эти пароли. Это прям вообще интересный вопрос. Что я прошел первый этап, а пароль мне не дали. А, по-моему, какой-то старт, что ли, надо нажать на большой карте этот пароль. Что-то мне какие-то такие воспоминания странные. Откуда-то. Из другой жизни. Так, ну, по идее, все, мы должны дойти. Нет, это еще не конец уровня, да ладно. Мне не уровня. Так. Так. Пах, 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 пах. Так. Ага. Не по очереди ходят, да. Давайте их сагрим, что ли. Японцы наркоман. Ноу. А, вот сейчас об этом будет гриб. А, у меня жизни нет на этот гриб. Я ее не смогу, этот гриб убить. Он меня этот гриб убьет. У меня жизни всего три жизни, блин. Жаль. Гриб это уровень халявный. Но мне сейчас еще я слишком слаб, чтобы грибы эти быть. Блин, сейчас меня еще тап завалит. Ага, нет. Выбили мне на конец жизни. Пополнили. Ну что, мне надо мне надо аккуратно убить сейчас двух этих боссов, получить за них уровни. С этим попробуем, что на старте делается на большой карте. Все, да. Так, враг нападает на Годзиллу. Фух. А битва с боссами зато какая. Какой фон на битве с боссами. Тут не пожили, не пожилились на фон. Как раз бы быть. Ну, ну, ну ладно, все, хватит мне зажимать. Хорош. Все, видите, второй уровень. Ха! Так. Попробуй Defender of Crown на спектрами. Защитник короны. И что это такое? Так, Not going to move. Yes. Yes. Значит, ход просто отдадим. Пускай он первый нас атакует. Так, вот фиг его знает, кому дать уровень. Можно дать Годзилле уровень, а можно дать бабочке уровень. Ну, давайте бабочке дадим уровень. Годзилла сама потом наберет. Ну, хотя... Ну, давайте, ладно, чтобы был порвну уровней. Будем его убивать. В составе ему поменьше жизни. И что там? Да мне что-то спектрумские кажутся игр там. Если это не элита, я-то не помню таких спектрумских игр, которые мне бы хотелось поиграть. Ну, вот только элита у меня, так что прям вообще, что вау. А больше как-то я и не могу ничего вспомнить. Мега круто. Без пеки мега круто. Или с пекой мега круто. Так, получаем тоже второй уровень. Так, сейчас надо не забыть старт попробовать. Старт. Селик и монстр ту мув. Но монстр ту мув. На б. На б отмену, да? Хм. А, в Селик же еще есть. А вот паспорт. Вот паспорт как получать. Надо же. Мы научились получать паспорт. Так, Макси-Макси Ревенш. Рокстар это мой хамстер Незер Ирш. Незер Ирш. Что-то очень знакомое название. По-моему, я играл в нее. Раз, два, три, четыре. Незер Ирш. Про что играешь? Незер Ирш. Я помню, какой-то еще проходил на спектру игрушку. Там, типа, роботы, как в космических рейнджерах 2, когда вот на планетарные битвы происходят, вот там прям один в один такая игра была. Только она была на спектру, там была всего одна карта. Такая сложная. Вообще. То есть, тоже, роботы, тоже к ним делаешь, собираешь сам роботов, конструируешь шасси, там все такое. Это вот она и есть, что я описываю сейчас. Я правильно понял? Видишь, значит, я ее прошел. Вообще, на изи-мод. Только там, чтобы ее пройти, надо одну фишку использовать. Без этой фишки ее, наверное, пройти практически невозможно пройти. Я помню, сколько там я пытался ее пройти и бесполезно. И только по одной тактике она проходится. Ну, не знаю, например, я даже, когда уже прошел, я не знаю, как ее проходить по другой тактике. Там, получается, в чем дело? Там единственная карта, у вас одна база, а у противника три базы. И он тупо, ну, в три раза больше войск строит, и все. То есть, по сути, вся твоя игра сходится в том, как бы отбиться. да, помню, помню. Макси, Макси, ну, все, Rockstar and my hamster не знакомые, а Макси тоже все знакомые. Наверное, вряд ли. Я вообще не так много играл, у меня спектрум своего не было. У меня был только Денди, Сега, а спектрум был у меня у брата, у старшего. Вот, ну и к нему в гости сначала ходили, потом, а потом мы уже в новое время, у нас был, причем, такой, у него был дисковод, ну, как дисковод, кассеты, на аудиокассетах. То есть, слушаешь пять минут крестить хрехтение таким, типа такого. И потом игра загружается. А потом уже гораздо позже у другого моего одного моего друга у него был уже крутой спектрум. Там были дискеты пятидюймовые. Даже знаете, что могу вам показать? Вроде никто меня не бьет. Сейчас Rock 25 я тебе покажу одну вещь. где мне вещь-то найти. Наверное, не найду сейчас. Могу тут вот такое, видите, показать. Узнаете? Что это такое? в общем, ладно, не помню, где-то у меня еще сохранились. Пятидюймовые дискеты. Спалили Super Nintendo. Super Nintendo. Какой Super Nintendo? Sega. Sega. это не Super Nintendo. Вот. Были у меня, где-то у меня лежат пятидюймовые еще дискеты вот на этом за X-спектором. и мы одно время вот был у друга мы поменяли на время, ну как на время, на несколько месяцев Sega, у него не было Sega, но вот за X-спектором с дисководом, с дискетами. вот, 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 можно сказать, время, когда я играл. Так, ну, более-менее хоть сколько-то времени, ну, в спектру. Ну, а до этого только у брата был спектру, мы иногда ходили с ним. Ну, я как-то на пару месяцев мне давал спектру. Вот, я помню, играл. Было время. Да. Ну, и сейчас я не представляю, как играть в спектру, честно скажу. Ну, и только если в это, в каком-нибудь элиту, и то, блин, в элиту. Я сейчас не представляю, как начинать играть в элиту. То есть, как в ней играть, я представляю, а вот как в нее начинать играть, я не представляю. Как, как там, выиграть до получения докинга компьютера. Я, честно говоря, не представляю, как на эту станцию высаживаться. Ладно, что мы все. Такие вот воспоминания. нет нет да есть элита с графоном же ну с графоном это уже не элита это так какой там может быть синтеграфон так вот то есть улита надо как если уж как old school так old school у нас были короче знакомый был программист ну как это не понял ну наверно как сказать но не программист не программист тогда не было такого еще ну знал там языки все basic вот он короче что делал он объединял несколько версий элиты то есть он брал там несколько владел версии элиты он брал и в одну соединял мог там говорит что там взял в этой игре там вот в элите допустим объединил корабли которые есть в первой там элите и во второй добавил там вот в этой с этой элиты с того элиты вот а или там допустим мог сказать там что вот короче в поменял скин человечка в какой-то игре то есть вскрыть игру это чтобы поменять скин человечка или в игре там какие-то кораблики ну исторической он нашел что там порт какой-то неправильно назывался вот и короче поменял вскрыл игру и поменял название порта на одну букву там который неправильно написано а сейчас он занимается тем что на рынке газетами торгует это вот у него как раз первый раз я увидел чтобы на диске там было были капец да упор ты бы мог бы там блин если бы программистом кем те там там зарабатывать миллионы а ну условно говоря миллионы а вместо этого как перельман газетами торгует вот ну годзилла я помню там я от нее много слышал сначала прежде чем увидеть ее когда на дэнди у меня не было ее а потом там всего годзилла там что-то это блин годзилла там двумя персонажей можно управлять там боссы так кстати первый этап мы прошли отлично марс земли прошли теперь марс ну что поехать я взял годзиллы вперед ну в общем надо опять нам надо всех трех убить чтобы получить уровень уровень наше все все приходит и уходит а уровень хочется всегда главное надо микрить эти метеориты метеориты микрить и стенки кстати стенки может можно убивать я сейчас так уже подумал потому что метеорит как микрить я еще помню я вот со стенками что делать я что-то вообще не помню значит они как-то легко проходятся так враги ходят ну поехали так давайте бабочкой шли полетим на всякий случай раз два три четыре стыд так отлично Короче, в этом НЗФ Которые вспомнили Еще как сейчас вспомню Короче, там была такая тактика У компа 3 басы И его невозможно было убить То есть, там как Может было строить либо Юнитов, короче, которые Сам управлять братьяных управлений Либо чтобы комп управлял Комп управляет, но вообще тупило Соответственно, при соотношении 3 к 1 Ничего сделать нельзя было Может было в одиночку убивать сотни вражеских юнитов Но атаковать все равно не получалось Потому что в тройном превосходстве Можно же захватывать базу Да ну, невозможно было захватывать Я не знаю как Ну, по крайней мере, не я Никто из моих знакомых Так и какие базы им захватить не удавалось Таким образом, честно Вот Короче, потом нашлась тактика В общем, только такая Берешь в самом начале Когда только ни у кого нет юнитов Строишь на все бабки Которые дают в начале Одного крутого юнита Что есть С крутыми самыми шасси С крутыми самыми всем И этим юнитом бежишь Короче Третье уровень мне дали И этим юнитом бежишь Кстати, к ближайшей базе вражеской Захватывать Потому что, ну, комп еще не успевает С верхней базы стянуть войска А ты успеваешь первым прийти Ну и убиваешь у него эту базу по-бырому Захватываешь ее и все Два на два там уже Ну, у тебя же интеллект больше, чем у компа Ты уже выигрываешь легко Вот, а без этого Если вот самым первым юнитом Не захватить у него одну базу То все Наверное, выиграть там Ну, не знаю, по крайней мере Я не представляю, как там выиграть Потому что брат у меня и прошел Вот, я не видел, кто проходил Он и говорит, типа, да вот, да вот Там сложно все там Ну, как бы это Ну, и не стал Он говорит, как мне проходить Говорит, там микрить надо Вот Ну, тогда по такому слову, конечно, не было Про микрить Ну, вот смысл в том, что он мне, как бы, ничего не сказал Ну, и я вот пытался, пытался никак Он прошел все-таки Когда, говорю, все прошел Он говорит, типа, первым юнитом пошел И захватил у них базу Я говорю, да Он говорит, ну, вот и я так же Отлично, еще один уровень плюс Так, ну ладно Давайте у нас тут уже стратегическая картина В это подрисовывается Давайте Годзиллы нам с первого трая убьем, я думаю Магуэру Магуэру Ну, я говорю, первые два юнита Первые два монстра, они вообще ни о чем Это, в принципе, и Варан тоже не самый сильный монстр А вот потом, когда придет Хидарах По-моему, на следующем уже юнит В этом будет Хидарах Меха Годзилла Вот это будет уже Жестоко Да, а в фильме, я помню, когда в детстве показывали О, Годзилла Казалось, так круто Сейчас этот фильм-то не глядишь без слез Годзилла Это так вот, не быстрее выбить? Быстрее, наверное, нет Так, зажима нет Он тогда сопротивляться еще будет Давай, убивай, убивай, убивай Быстрее, быстрее, быстрее Отлично, четвертый уровень Как с куста Так У тебя надо разминтать Ну, тоже можно микро-ритить сразу И потом добивать Так Так Представляете, если бы он сейчас нас бьет Если бы у него урон был хоть какой-нибудь То это, в принципе, самый юнит, самый сложный Вот именно по файту Ну, по игре-то он не очень легкий Но вот если бы Как бы, если бы у него был хоть какой-то урон Отличный от нуля То его бы, он был бы, наверное, сложнейший даже, чем последний босс Потому что вот он нас бьет, а мы ничего не можем сделать Так он Когда не отойдет назад А он может так бить нас чуть ли не всю Не всю фаза тати может бить Все, видите, фаза тати закончилась Мы его даже не пробили Так, давайте вперед А, стоп, 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 не так Давайте будем его бить Попробуем все-таки убить По идее, сейчас ход варана будет Так что он не должен успеть убежать Хотя у него 4 жизни Да ну хорош, не зажимай меня Не зажимай меня Ну хорош Зажимали-то Давай, назад, убегай, убегай 2 Жизнь, блин, не успею убить Как пить дать, не успею убить Хоть можно одновременно стрелять и с утра убить? Можно Давай, убивай его, убивай быстрее, убивай Ай, последние секунды боя Не успел Убежит? Нет, не убежал вроде Нормально Может, можно посмотреть, сколько у них жизни остается, да? Да, 1 на 1 А это в 12 Давайте Убивай Ну уж убью я тебя Теперь тебя Хоть у тебя одна жизнь осталась Если только ты меня опять не зажмешь Нет, нет, не зажимай меня одна жизнь Прям осталось меньше 1,1 жизни Все, убил Четверстый уровень Отлично Теперь Давайте посмотрим Годзилла против варана Кто сильнее Ну, бабочек, по крайней мере, этим Бабочек, да, не легко убивать варана Не знаю, как Годзиллой Так, да, в принципе, тоже легко ему убивать Давайте попробуем А, у нас первый атаковал То есть мы сейчас его в контратаке убьем Отлично Да, Годзилла, этот варан тоже ни о чем Ну ладно Все, убили варана Пятый уровень Да есть Есть у нас пятый уровень Ах, да есть Как зидец Запустили А Алито Стрельнул в базу и убили А, есть такое Да-да-да Есть такие добрые вещи Как там Что они не очень добрые реагируют Когда их убивают И почему-то думают, что это ты атакуешь Я говорю, я не представляю, как атаковаться вначале Без докинг-компьютеров Сейчас Потому что надо быть таким упоротым А там надо несколько раз атакануться Прежде чем ты купишь докинг-компьютер А еще надо ед взять Как он называется В общем Чтобы вещи-то брать Fuel Scoops Как-то так он называется Это же вообще-то надо Рейсов 5-6 сделать Без докинг-компьютер Чтобы накупить себе Всяких ништяков Тун-тун-тун-тун-тун А еще я уже узнал, знаешь, знаете, когда, ну, уже фальмуляторы появились, короче, есть, оказывается, вторая часть этой игры, ну, вернее, это не эта игра совершенно, а Godzilla 2, вот она вообще, она вообще не аркада, она вообще, ну, как бы, вот, типа, как большая карта тут есть, вот, чисто такая стратегия, то есть, вообще без аркадных этапов, боссов и все такого, чисто вот у тебя есть техника, и, причем, там, по-моему, вообще не бить, там, по-моему, не воюешь с врагами, там, воюешь с монстрами, надо попробовать, вот можно убить или нет, вот фигню, вот что-то как-то, а, можно ее убить, вот, все понятно, поэтому я ее и не запоминал, как проходить, потому что ее можно убить, чисто воюешь войсками, то есть, именно реально, ракетницами, пушками, танками против монстров, и там разные фишки прикольные, ну, тоже надо бы как-нибудь ее пострелить, я так попробовал, пару этапов прошел, забавно, не станет, ну, любители, конечно, так, ой-ой-ой, ой-ой, метеорит, метеорит, а, у метеорита еще есть автонаводка, автоприцеливание, у метеоритов есть, вот еще в чем фишка, может быть, на Челябинске тоже был такой автоприцеливание метеоритов, так, все, еще не все, да ладно, чтобы вообще бесконечный этап, я уже иду, иду, уже комнат 5 прошел, и все, мне еще говорят, не все, не все, не все, дайте, блин, уже глобальную карту, так, ага, метеорит, микрим, 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 мы микрим, метеорит, а касаемо, если опять Элиса вспомнить, такие байки, по-моему, ходили, как можно ли пройти или нет, что там люди искали планету Тараксла, так, отлично, ага, дошли мы бабочкой, еще надо Годзиллой, блин, еще две ходки Годзиллой делать, ну ладно, босса всех убили, после чего на халявку тюрьме нам дадут, вот, блин, вот это вот шо, опа, вот так надо примерно размикливать, если он нас сразу попадает, то он нас может даже ваншотнуть, или, по крайней мере, отнять очень много жизни, в прошлый раз он нас ваншотнул, такой метеорит, ага, опять метеорит, ну вот так вот, это самое лучшее, что я могу сделать, чтобы он нас хотя бы пробил, но не убил, огнилых планетов-то, по-моему, много будет, всякие метеоритные, так, и ладно, вот ее стигнем, аналогично ее можно убить, потому что как-то это Годзилл-то проходить было, тебе ее нельзя было убивать, ведь капсулы, которые вылетают, как вы уже заметили, отополнение жизни, вот эти вот такие, красненькие. Кстати, назад нельзя идти, по-моему, да, да, экран все ушел, когда это все. Что делать привет, привет, найтрики? Не знаю, ее не было, и это меня пугает, мне теперь сегодня придется вдвойне объясняться, потому что вчера ее не было, она, наверное, спать ушла уже, мы сейчас и закончили, уже около 12. Так что, так что все еще мне сегодня, пускай скажут, ага, где-то там бродил, подарки изготовил, да ну, она мне в другом городе, какие, какие могут быть подарки? У меня отмазка есть, железная. Ну, как в другом городе, какие подарки? Да, она все равно, она, я думаю, я думаю, она не, ну, так, к этому праведнику относится, ну, как сказать, помягче, никак. То есть для нее это, ну, если, условно говоря, если бы вокруг тебя никто там особо не праздновал, она бы и не вспомнила о нем. Ну, черт, говорю, я никак не могу ничего, ну, как бы, географически мне сложно ей что-нибудь подарить, но, я говорю, и для нее это не праздник, ну, собственно, как-то особо. Такие вот делишки. Ух! Так, что я по этому поводу не парюсь. Ну, если бы она была в конце, чтобы пришло ей что-нибудь подарить. А то б мне, блин. А так? Бросай, раз вот у вас географически досягаемо. Блин. Вариантов лучше нет. Таких, как она, я больше не видел. Ну, хотя бы, даже в этом примере. Сколько, сколько, блин. Много знает девушек, которые считают, что так это все праздники. 23 февраля, там, 8 марта, что-то так. Все фигня. Вот, например, я так считаю. Там, дни рождения. Ну, так. Блин, а среди девушек, там, они все, да ты че, много. Не знаю, я не встречал. А может, ты еще и встречал девушек, которые говорят, что, в принципе, свадьба, это вся фигня. Что вот обряд свадьбы, это все так. Придумали какую-то фигню. Как знаете, она выросла насчет свадебного платья. Она насчет свадебного платья выскалит. Типа того, что занавеска на себя напялит и ходит. Считает, что круто. Ну, вот она все, как она особо в играх не играла, но, допустим, в Лост Викинге мы с ней играли. Вот, буквально этим летом. Всю даже прошли, в двоиха. Прикольно, кстати, было. Как я помню. Короче. Битпул второго ночи, дошли до последнего этапа, я такой, ну что, спать? Да ты что, надо допройти. И вот мы, наверное, до 4 утра этот последний этап, блин, проходили. Да, да-да-да. Вот, примерно так и это. На Sega. А, на какой-то... И надо на любой платформе у Лост Викинга на двоих. А их... Как бы, и на Super... Мы там даже пытались играть на Super Nintendo в Лост Викинге вторые. Там тоже на двоих можно, но что-то не пошло у нас. Какая-то она слишком заумная. И управление там. Другой. На Sega, нет. Нет. Но она в другой ничего не согласна, потому что она в детстве не играла. Ну как, по таким по-старым воспоминаниям мы с ней прошли, а потом я ее пытался еще на чем-то говорить, поиграть. Ну так, нет. Не стал нам больше ни в чем играть. Сказала... Сказал мне, фигня все это. Ну, по сути, по таким же причинам, что в детстве воспоминания были, так то есть считается крутым. То есть я тоже играю сейчас. А чем-то если мне новые дать, то, блин, я так уже... Вон мне Флоткэт, мне все Джеймс Бонд сует, но как-то не знаю. Ну вот. Бегаешь, что там? Это нормально. На Goldnax 3? Да кто бы меня для начала развел на Goldnax 3? Я сам в ней нет, не играл, по-моему, в Goldnax. Я, по-моему, всего в один какой-то Goldnax играл, и все. Ну, он сказал и, а не тире. То есть... Так что... Так что... Так что я, можно сказать, с девушкой почти как с Гидман с Лайлой. То есть далеко друг от друга. Неудобно. Вообще неудобно. Ну, мы, может, переедем в ближайшее время как-нибудь друг к другу. Все, второй этап, кстати, мы прошли. Наконец-то. Ой, да неужели. Юпитер. Так, Земля. Марс. Сатурн. А у него сразу на Юпитер без Сатурна, да? Ну что? Давайте Годзиллы сначала. Кто он, кстати, в врагах? Посмотрим. Что же за враги? Что же это за Покемон? А вон, видите, Гизор уже 7 жизней. Магуэра, 10. Варан, 13. И вот, Хидорах, 15 жизней. Вот, по-моему, это уже первый серьезный монстр. Я даже не помню, как его убить. И вот помню, когда я играл на Денди, вот помню, я в миссию, дошел до нее, еле-еле там, вот тогда, блин, казалось сложное. Вот, и, короче, убил вот этих всех монстров, дошел до этого Хидораха, и он меня, короче, убил. Я такой, блин, что делать? И смотрю, раз конты есть, думает, вау, да. Варан есть тут. Варан. Вот так выглядит варан. Но Терра онлайн ММО. Ну что, поехали сначала к Годзиллой. Годзилла. Монстрс, монстрс. Ну, едем. Едем вперед. Даже не знаю. Ну, это, по-моему, по-моему, тут я, а тут только, там есть метеориты на растительных планетах. Не помню. Ну что? Так. 18 зрителей у нас уже. Как-никак. Археи, шпруца. Откуда на растительной планете танки? Пам-пам-пам-пам-пам. А, короче, про Годзиллу-то. Что-то мне как-то, ну, однажды, ну, заинтересовалась, думаю, интересно, фильмы какие выходили про Годзиллу. Ну, и там, смотрел, все, там, ну, разные фильмы, там, 100500 фильмов про Годзиллу. И, короче, есть такой фильм Годзилла против Кинг-Конга. Типа, у Кинг-Конга это американский монстр, а, соответственно, Годзилла это японский монстр. Вот. Ну, и они там, типа, бьются, там, ну, перемен, то там одно помогает, то другое, в общем, то тот выигрывает, то тот выигрывает. Ну, и в конце, в конце, короче, такая фишка, что, нормальная трансляция, ничего там, не начало лагать. Нет, Годзилла очень много, там, старт Годзилла, на частей, наверное, штук 10. Годзилла, Годзилла возвращается, Годзилла отправляется в ад. Ну, я так шучу, в общем, много очень частей. Вот, ну, и, короче, в чем прикол? Хорошо, не лагает, отлично. В чем прикол? В конце фильма этого, Кинг-Конг против Годзиллы, такая сцена, типа, бьется Кинг-Конг и Годзилла, и в конце, в море, потом показывает другая картина, типа, на берег выходит только, выплывает только, как его, только Кинг-Конг, типа, Годзиллы нет. Вот, ну, а дальше, это вот такая версия была в американской, это американская была версия фильма, которую они показали, а в японской версии фильма выплывает Годзилла вслед за Кинг-Конгом, бьется и выносит Кинг-Конга. А в американской версии такой сцены не было, типа, все, Кинг-Конг один выплыл, а Годзилла, типа, утонула. Блин, жизнь им не... То есть, они как бы так обрезали фильм, чтобы... расизм... ну, типа, что их монстр победил, типа, Кинг-Конг американский монстр, а Годзилла японский монстр. Типа, что американский монстр выиграл в конце. Вот, такая была фишка, забавно, что так и с концовку даже свою выдали. Это еще какой год там? Не знаю, 80-какой это год? А может, даже раньше. Я помню, по НТВ я смотрел первый раз Годзиллу, ну, это были 90-какие-то начальные года, по-моему, по НТВ Годзиллу, там, в это... А по НТВ показывал только в зале, то есть, а там не очень кто хотел смотреть это Годзилла, я говорю, блин, Годзилла. Она еще начиналась и очень долго шла, то есть, начиналось с часов, наверное, в 8-9, а там шло, наверное, 3 часа, и эта Годзилла шла. То есть, мне там уже спать пора, ноута в школу, а она еще не заканчивалась никак. А, я помню, конечно, ну, блин, я помню, я первый раз так стрим смотрел, если можно назвать. Короче, ну, один знакомый, тогда еще, я там вот не знал толку, так, я, конечно, приехал, к родственникам, типа. И включаю телек, и по телеку показывают, ну, смотрю, какой-то сигнал сбитый, я такой, опа, ну, я там не знал никого, естественно, в доме у них, и показывают под, ну, что, какая-то приставка, я чувствую, я настроил, телевизор, короче, там, чувак с второго этажа, а это на первом этаже было дело, играет в Денди. Играл он, как сейчас, ну, что-то еще он играл, но, в общем, я запомнил, с тем, что он играл, я запомнил, это, это, как его, DuckTales, Утина История. По-моему, во второй части он играл Утиных Историй. Вот, я, можно сказать, первый раз так смотрел, Ну вот, смотришь, как он играет, то есть для меня такой был, вау, взрыв шаблонов, прикольно, смотришь, как тут играет. Это просто было, шикарно. Вот, но потом, я уже спрашиваю там, а, типа, ну, кто это может быть, ну, такой-то там чувак, вот, потом мы с ним познакомились, вот. Так что прикольно, прикольно было. А вообще, я помню, короче, у меня в комнате, моей, был черно-белый телевизор, и на нем я играл, собственно, я играл в Денди на черно-белом телевизоре. То есть, никакого входа, только хардкор. Вот. Ну и, потом, потом купили цветной телевизор в комнате, поставили прям в мою комнату, вот. цветной телевизор, но, как бы, на нем не разрешали играть. То есть, он стоял на другом столе, вот. Но, ее, как бы, не разрешали на нем играть. Разрешали играть только на черно-белом, потому что, ну, как вы сами знаете, кинескоп посадишь. Вот. Ну, и что делать? Я тогда, что делаю? Ну, подключен-то у меня был к черно-белому, но, представляете, какого сила сигнала. То есть, я включал цветной, вроде как, играл на цветном, а подключено у меня все было к черно-белому. Вот. Ну, типа, если, когда-то, может было, ну, два варианта, может было, там, адвазы, или, вообще, может было выключить, кто-нибудь идет, раз, выключаешь телевизор, вроде на черно-белом играешь. Эвоп заработал, он может меньше жрет всего, поэтому можно попробовать коп. Ну, как-то попробуем. Кто же заставил тебя играть в это тюрьма? Привет, Лацлан. Кто заставил? Ну, это чувство называется, наверное, ностальгия. Потому что у меня хорошее воспоминание в этой игре. Да мне и нравится, я сейчас играю, прям, мне нравится. Потому что, ну, во-первых, ну, так прикольно, по-детски, снаю, во-вторых, ну, что мне сейчас нравится, что не напрягает игра. А иногда хочется чем-то сыграть напряженно. Допустим, я играю, если, ну, посмотрите стримы мои, допустим, в Сегу, в эту, в дюну, в эту, новую дюну. Давай, на этой реке, увидимся тогда как-нибудь. Вот. В дюну какую-нибудь играешь, приходится очень сильно тащить, то есть, не на что отвлекаться, ни на что не получается. То есть, либо ты тащишь, либо тащит тебя. То есть, как-то, какие-нибудь прохладные истории рассказать не получается. А тут же можно вагон прохладных историй. Так, давайте вдохнем на него. Ну, этих двух боссов, этих трех боссов, в принципе, тут самое-то единственное, вот на этом этапе сложный босс, это, вот эта сама, как она, Хидарах. Так, шестой у меня уровень. Интересно, а у бабочки какой уровень? А у бабочки какой уровень не помню. Так, отлично. Блин, у меня уже уровень не дают за убийство монстра, босса. раньше давали, все, убил, сразу уровень. А сейчас нифига. Так, вопрос, кем ходить и куда? Ну, давайте, наверное, вперед подойдем. Так, Хидарах вдалеке. Ну, и вот пускай она там вдалеке стоит. Ой, не то сделал. Подойдем поближе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, давайте вот сюда кто-нибудь встанем. Нет, не будем боеваться. Пускай они первые нападают. Хотя, наверное, не очень хорошо, что они первые нападут. Они же могут вдвоем, вдвоем напасть, а подряд не могут напасть, только по одному ходу за ходу. Да, забыл. Нормально. Так, шестой уровень у нас неплох. Неплох. Не, не знаю, что говорить на игру. По-моему, графон-то вообще на уровне. Я бы вот так, если бы, ну, мне бы сказали, показали игру, я бы, может, даже подумал, что это Sega. По графону. Ну, возьмите какую-нибудь такую не топовую игру, там, ну, не комик-зона, конечно. Какую-нибудь такую игру возьмите. Аркаду. Сеговскую. Да, по-моему, графон-то будет, блин, не особо лучше. Или я ошибаюсь? Или мне так кажется? Так. Так. Тормоза. Ну, видите, даже не справляется на процесс дендистрии. Такими, с такими шикарными графическими условиями. Так-так-так-так-так. Не крим-ме крим-ме крим. Видите, самое-самое сложное в этой игре, в простых этапах, ну, наверное, одно из самых сложных кстати, метеорит. Потому что единственное, что тебя может ваншотнуть. У нас в жизни очень мало осталось Ну вот, тут пополнитель почти на каждом шагу Главное не фейлить И все будет нормально Опа, все пополнили Окей Так Что у нас дальше? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Я же вчера обещал, что Годзиллу вы тоже увидите Обещал Так, конец, конец этапа? Окей, отлично, сейчас бит вас босса Ой Блин, вот что она подошла, это фигово, это вообще фигово Потому что, блин, она сейчас может Сейчас мы побьемся с кем-нибудь, а она нас догонит И маншотнет Ладно, давайте останемся на месте Пока что Отдадим ход Хотите муваться? Да, но будет кто-нибудь Отдадим ход и все Пускай у нас первый атакует А, у нас уже седьмой ужин, кстати Почему геймпад PS2? Почему PS2? Геймпад не PS2 Вообще не PS2 Вот какой геймпад У нас зажали, можно показать Ну ладно, хорош, отжимай уже нас Ну давай, давай Геймпад Геймпад самый простой джойстик USB-шный за 250 рублей Так Надо, наверное, убить ее Попробовать добить Гизор Так что Он шестикнопочный, разве разве Геймпад PS2 шестикнопочный? Что-то мне кажется Подсказывает, что вряд ли Инфо-соточка, что нет Хотя Нет, я играл, я играл в PS2 Обычный геймпад Sony С четырехкнопочным У меня у брата была PS2 Вот я там Вот так что-то играл Ну так Буквально один денек Может два Вот в Dreamcast Я много играл в свое время Блин, Dreamcast, конечно Это хорошее о них воспоминание Там были, конечно, шикарные игры Шикарные Так как говорят, сейчас уже есть Ну, сейчас есть эмуляторы на Dream Может как-нибудь Ну, меня стрим не потянет Dreamcast Доброе чем-нибудь, типа Shenmue Grandi Sky's of Arcadia Resident Evil Да Чего я такое постримил Так Давайте Вносим И босс Еще не босс Вот тоже, кстати, седьмой уровень Как они так быстро Как у меня бабочка Такой уровень быстро набрала У меня бабочка Такой же уровень Как у Годзиллы Потому что Годзилла всех бьет А бабочка так Саппортит Так, хилинг Вот он У нас хилинг Ракеты, ракеты, ракеты Хилинг Вперед Ой Достал мне немножко Осторожно Астарота на двор Ага, убиваем Давайте просто пролетаем пока Пока жизнь полная Не будем пока выбивать ничего Просто по посту пролетим Ну все Так, так, так Успеваем приедем Успеваем Не успеваем И босс Отлично Так, надо успеть убить его Надо его успеть убить Прям очень желательно успеть его убить Так, две жизни Ой, не успею Если он сейчас на меня прыгнет Не успею Ай-яй-яй-яй-яй Ну хорош, хорош, хорош Давай Все успел Отлично Давай будем годзилы бить Я так думаю Нормальная идея Давай варан Давай Варан по-моему тоже изи модный чувак Да? Он меня зажимать не будет У меня здесь Мне не будет зажимать Блин, вот в Хидарах У меня есть какие-то воспоминания Что она сложный босс Я не помню Откуда у меня такие воспоминания Но, блин Я, по-моему, первый раз на ней гуфнулся Я никогда играл на Денде Именно на ней Потому что она какие-то фигни посылает Так, так, так Что-то даже ваншотну его С одной вот этого убью С одной фазы Да, отлично Минус варан Вот так выглядит варан на самом деле А вы думали Так, ну давайте пропустим ход Пускай он ходит На кого-то нападешь Блин, он на бабочку напал А, вот она фигни такие раскидывает Припоминали что-то Что-то как-то А, то есть не только она фигни раскидывает Так, да Так Так А, она, короче, может Подойти в упор Я все-то припоминал А, да, да Если я фигни попадаю То меня тоже дамажит Такая еще фишка Короче, вот если я плююсь И попадаю Вот в какие-нибудь Выстрелы вовражеские То меня тоже дамажит Короче, фишка Если она мне подойдет Ко мне вблизко Она меня убьет То есть она будет Просто меня закидывать А мне уже отходить Быть некуда Ладно Ну давайте А еще пропустим ход Потому что жизнью Немного осталось А, я думаю Не убежит уж Жизнью у нее дофига Кого она будет бить Опять тебя? Да Ладно, блин Попробуем, наверное, Годилу ее побить Сейчас Наш ход будет Потому что бабочка ее Конечно, неплохо бьет Почти не получает Но нифига Сама не бьет У нее сам дамаг Просто очень маленький Вот мы, кстати, тактику Нашли на нее Ну нормально Так Ну бабочка она, блин Чего хороша Она многих, в принципе Бьет неплохо Там, какими-то тактиками Но, блин У нее очень маленький урон То есть Когда она будет в реальной битве Когда будет там уже 10 этих врагов То, блин Она зачастую не очень полезна Давайте Годзилла Это коню Давайте попробуем Что Годзилла Против нее сможет сделать И все То есть вообще ничего Годзилле не может делать А не Сюда тоже начинает раскидывать Ну что-то как-то слабовато Блин, сейчас главное ее успеть убить Пока Цикл не закончится Давай Фаер Фаер Фух Отлично Все Минус Хидарах Ну что, вперед Ой, не то сделал Что за Что за синенькое такое поле Что из себя представляет Непонятно Непонятно Какие-то танки Растения Ой-ой-ой Что-то жизни Как-то у нас Пробили немножко Жизнь, жизнь Не пропадай Не пропадай Жизтька Жизтька Ой, какие-то Какие-то Какая-то вода Какая-то водичка А, жизнь Жизнь, не улетай Я все прощу Ой, метеорит Метеорит Жизтька Нам нужна Фу Чуть восстановились Отлично Еще одна Жизтька Нормально Блин, эти метеориты Меня сейчас задолбают Это что такое Это что за фигня Тоже убивается Все убивается Какое разрушение Ландшафта Смотрите Все убивается Все выносится Так, окей Окей Ну, в принципе, не знаю Мне нравится Прикольно О, а вот Вот что значит Это разрушенная база Ну, не Не разрушенная Будет на разрушенной Только после Моего прихода Вот что означает Так, и она На большой карте Такие Какая-то коричневая Вещь Коричневая локация Какие-то еще Тарелки Давай Бива Бьешь Нет Блин Что-то она То ли у них жизни Дофига То ли я и не бью Так Вертили Я и не бью Не попадал Тут Окей Аха Все Это закончилось Давайте бабочка Еще раз Два Три Четыре Блин Одной клетки Не хватит Ни тому Ни другому Чтобы дойти С лишней локацией лететь будем Окай Лишняя локация Может там прокачаться нам дадут Седьмой уровень у нас По-моему и у того и у того Несмотря на то, что, по-моему, Годзилла бьется чаще Уровень одинаковый В общем, Годзилла намного чаще бьется Во-первых, и с боссами мы чаще бьемся И карта она проходит больше Потому что у нее всего две клетки Она может ходить на две Соответственно, бабочка на четыре Летает клетки по большой карте Глобальной Опа Метеорит, Годжим Так Можно просто так вот относить Селеный фильм Пам-пам-пам-пам-пам А еще В спинахе такие разговоры, типа Кем легче проходить, бабочкой или Кодзиллой Вот, вон такой разговор был, типа Рассказывали, да ну бабочкой Газ легче проходить, не смотрите, какое тело Маленькое, поэтому в нефиг попадешь Поэтому ей легче проходить Да Понимаете, можно легко проходить вот так Ой-ой-ой-ой Так, не Уворачиваемся от этого Тогненного шара Назапрозванного метеоритом Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан Ой, биль, сверху Гачит меня Уничтожает Ну, все, конец Вымечни все Сколько можно Самое обидно, когда ты Одним уже вышел с карты, а вторым умираешь Тебе дает гейм овер дает Тоже, блин, по сути Вышел отсюда уже, закончил миссию Но Нет Но нет Так Неплохо, но нет Так, еще, блин, не закончили Да ладно Хорош уже Вымечни Так, вымикает Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам А простые патроны ведут на кнопку Огонь. То есть, если бы Супер был на вторую кнопку... Кстати, вторая кнопка что у нас делать? Вторая кнопка типа вторая атака. У Бабочки это как-то вообще бесполезно. Обе атаки одинаковые. Потому что первая шлица вторая. Поэтому одновременно не получается и то и то сделать. Всё, конец, да. Да, блин, я не вышел ещё даже. Ну ладно, давайте Годзиллы. Мы уже туда идём. Там-там-там-там-там. Ой, опять Метеорит. Ой. Микри-Метеорит. Отлично. Размикрия. Забавно, если я сбиваю с собой... А, нет, отнимается. Ну, может, не отнимается с жизнью с собой. Если с собой убиваешь, чтобы он не отнимается от тарелок жизни. Отнимается. И всё-таки отнимается. И всё-таки она вертится. Ну. Так. Ух ты. Перемикривай. Отлично. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да-да-да-да-да-да-дам-пам-пам-пам. Ага. Восли. все, конец да, все, осталось последнюю клетку там будем пройти и все и end of mission end of mission открывайся она вообще что не рабочая лола, я на нее весь супер потратил она вообще не открывается мы не будем это убивать пока ничего пока есть возможность теперь уже нет возможности надо бить вот, еще 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 а еще были потайные пароли на эту игру то есть там есть пароль, когда на какой-то непонятный планет тебя высаживают все глючит, но зато глобальная карта вдруг там ни с того ни с сего на тебя последний босс нападает и все такое вот, там было очень сложно пройти и это был такой скрытый потайный уровень так, все, прошли за бабочку да, все, осталось годзилла осталось годзилла все, последний этап и конец этой миссии так так и тут блин эти фаерболы и тут блин эти фаерболы кто вызвал магов, откуда фаерболы сколько был вайм на эти фаерболы в детстве тогда еще не понимали, как микрить когда идешь, идешь, все хорошо бабах, фаербол, ггвп все жизни отняли это был просто, просто удаляемое место там блин, как так, да что сделать все сначала там один раз, ну вроде как там ей кое-как замикришь его вроде понял, а в другой раз он по-другому летит и все уже блин, потом только когда хвазно учили, что в это время видишь, он тебя не будет зажимать видишь, он тебя будет, но крайне не зажмет и тогда фууу, неужели научились, видите, прохмигрить фаерболы бах, бах бах кто там, как там Вперёд! 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 Окей, окей. А, не увидели мы, кстати, одну пропустили. Это нестреляющая штука, она нас тут же покарала. Ударив сзади. Так, ещё конец миссии. Конец миссион. Да. Ну всё. Ес. Ну что, давайте, наверное, посмотрим сейчас Сатурн. Что тут есть? И запишем пароль. И будем ближе заканчивать. Так, смотрите, что у нас есть. Ну, опять Гизора. Опять Магуэра. Опять Варан. Даже без Варанова. Опять Хидарах. Но теперь у нас ещё добавляется Барагон. Да, Барагон. Кстати, больше на Варана похож. Согласитесь. Барагон, чем Варан на Варана. Варан на Варана похож меньше, чем Варагон на Варана. Ну что, давайте пишем пароль. Пароль. Ой, блин. Пароль, конечно, тут добрые на полэкраны. Так. Годзилла. Годзилла. Итак, пароль. Четвёртый этап, да, по-моему. М. М. Девятьсот четыре. Девятьсот четыре. Два. М. Р. П. П. Восемьдесят. Восемьдесят. М. Игрик. Один. Ю. Один. Шестьдесят четыре. Пятьдесят пять. И шесть. У. Г. М. П. Так. Проверяем. М. Проверяем. М. Р. Девятьсот четыре. Два. М. Р. П. Восемьдесят. М. Игрик. Один. Кью. Шесть. Г. У. Старт. Э. Как теперь отсюда выйти? А. Не закрыл. Ну что. На этом спасибо за внимание. Кто смотрел меня. До свидания. Увидимся в следующих стримах. Достримим мы скоро в ближайшее время Дюну. И достримим Биллионт Оазис. Вот такие ближайшие планы. Итак до свидания. До новых встреч. Пока.